Вот так Так, мы уже помолились, Игнать Тихонович У вас тут выкинуло Римлянам послание святого апостола Павла Первая глава седьмого стиха Всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим Призванным святым Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа Толкование Не просто всем находящимся в Риме, но возлюбленным Божиим Откуда же видно, что они возлюблены? Из-за священия, а святыми называют всех верующих Прибавил же Призванным Так, секунду, кто-то просится Никита Коресников Прибавил же Призванным Укореняя в памяти римлян Благодеяние Божие И показывая, что хотя бы между ними находились и консулы, и префекты Но Бог всех призвал Тем же самым призванием, каких и простолюдинов Одинаково возлюбив и осветив вас Итак, поскольку вы одинаково и возлюблены, и призваны, и освящены То не превозноситесь над незнатными Далее сущие Благодать вам и мир Толкование И Господь заповедал апостолам Дабы, когда входят в домы Это слово произносили первое Рань, прекращенная Христом Которую породил для нас грех против Бога Была нелегкая А мир тот приобретен не нашими трудами, но благодатью Божию Итак Первая благодать Потом мир Апостол молит о непрерывном И ненарушимом пребывании обоих этих благ Дабы опять Если впадем в грех Не возгорелая снова о брань Далее сущие От Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа Толкование О! Как всесильно благодать Проишедшая от любви Божией Враги и бесславные Мы стали иметь Отцом самого Бога Итак От Бога, Отца и Господа нашего Иисуса Христа Да будут у вас непоколебимыми благодать и мир Они даровали их Могут и сохранить их Толкование закончено Пожалуйста, вопросы По этому стиху Добавить Игнатихом что-то еще? Ну, тут распространяется на мнение Какое сейчас в людях складывается Вот сейчас вопрос очень сильно везде ставят Об объединении с католиками Там что есть Ничего этого нету Надо находить общее Это очень полезно Благодать Нет у них благодати Но католики признали, что православная церковь благодатная А вот теперь православные дальше говорят Хотя католики нам и не говорят дальше ничего Но тут понятно Раз мы вас признали Признаете и вы нас Ну, по смыслу-то так и есть Ну, нужно маленько как-то глобальные мысли Это нельзя так Мы это, которая православная церковь Это никоньянская для старообрядцев-то Он с тобой разговаривать не будет Старообрядец А что старообрядец? Да никоновская реформа То, что приняли от Греции Они-то держатся за обряд За старый А в обряде-то разве спасение? Вот немножко дальше только шагнуть Уже со старообрядцами был бы общий язык По крайней мере, поношения бы не было С католиками Я вот сегодня думал составить ролик Выступает Масленников Сергей Михайлович Очень хорошее выступление Но дальше Система никуда не идет Даже смертным боем За Филиоквы Но благодать-то не от этого зависит Как мы будем думать о Боге От кого Дух Святой исходит-то Благодать даром дается Эту благодать получают все Совершенно даже не христиане Но Дальше-то не идут Это первая ступень Это еще не церковь и не спасение Но дверь уже открыт Здесь Павел как раз и говорит Что разницы нет Кто мы? Знатные, незнатные А если еретики? Еретик тоже под солнцем И тоже земля его кормит А что у нас общего? Вот за эти слова Златоуз говорит Тоже отвечать будешь? У нас все общее Одна земля Один воздух, одно солнце Мы дети одного Адама Что у меня общего с евреями Тем более с евреями А мусульманами Вот везде надо рассуждать Вот как здесь Павел говорит Благодать открыта всем Это первая ступень Отошел Так, мысль понятна Вопросы, возражения Есть у кого-то? Хорошо Что? Хорошо Сказано Хорошо Восьмой стих Идем дальше Прежде всего Благодарю Бога моего Через Иисуса Христа За всех вас Что вера ваша Возвещается во всем мире Отвывание Вступление приличной душе Павла Они Он и нас научает Благодарить Бога И не только за собственные блага Но и за блага ближних Ибо в этом состоит любовь Благодарить же Не за земное и гибнущее Но за то Что римляне уверовали А словами Бога моего Показывает Тогдашнее расположение Духа своего Присвояя Общего Бога себе Так поступают и пророки И даже сам Бог Называл себя Богом Авраамовым И Сааковым И Яковлевым Чтобы показать свою любовь к ним Благодарить Благодарить говорит Надобно Иисусом Христом Ибо Он есть Ходотай Благодарения для нас Ко Отцу Не только Благодарить Научающий Нас Но и приносящий Наше благодарение Ко Отцу За что же Благодарить Вопрос За то Что вера Римлян Возвещается Во всем мире О двух предметах Свидетельствует Перед ними И о том Что они Уверовали И о том Что уверовали С полной Уверенностью Так что Вера Их Возвещается Во всем мире А через них Получают Себе Пользу Все Горя соревнованиям И подражаниям Царственному Городу И Петр Проповедовал В Риме Но Павел Почитая Труды Его Едиными Со своими Благодарит За веру Наученных Петром Так Свободен Он От зависти Вопросы Комментарии Дополнения Пожалуйста Гнат Тиханович Впереди Было сказано Вера Римлян Развещается Во всем мире Какая Во-первых Истинная вера Не ересь И во-вторых Добрые дела И Петр Проповедовал В Риме Это действительно Так и было Он там был Распыт И он видел Что перед ним Уже наученные Были люди И он Однако Свободен Был от зависти Вот сегодня Много об этом говорят О Масленникове Я весь день потратил Что о нем говорят Где Он как будто Копирка с меня Такие же упреки Все Действия разные И на него Нападает Он мирянин И он не заканчивал Семинария Академии Это упрекка В мой адрес И что А вот он Самозванный Гуру Лжеправославный А до этого Они ставили Свой гриф Что труды Его публиковали Но видя Что он идет Дальше Распространяет Он к покаянию Зовет Для него Главный герой Это Игнатий Бричанинов О котором я говорил Что тот Ты не рожден Свыше Это был По всей вероятности Прям очень похоже Ну говорит Хорошо Одет И какой он С бородой Этот масленников Но они его Сейчас долбят Везде Буквально Готовы Анафиме Придать Из еще Из зависти Он Супер Православный Но он Спокойный Бог дал ему это Потому что Там где он Проповедует В храмах Где ему разрешали Там вообще Ничего люди не знают Представьте 300 лет В лес Никто не заходил Какие там коряги Сгнили Как новый лес Нарос Ничего Он теперь прорубается Там Ему завидуют Да как может И говорят Что он начал Вести занятия И количество Прихожан Увеличилось В 4 раза В 4 раза И они этого Ничего не хотят Зависть Дикая Бешеная Зависть Иосифа Продали Братья Из зависти Стефан знает А они не знали Из зависти Предали Христа Пилат говорит Знает А они не знают Который предают А почему Да они ученые Парисеи Они заканчивали Тогдашнюю академию Ну вот как сейчас Выдержку дают Один говорит Я закончил Семинарию Академию Московской патриархии Это мне очень много Дало Я научился Так врать Что я сам В это верю Научился Врать Оправдать Любое безумие Я вот сегодня Им занимался И вижу Все эти дни Я молился И когда повторял Сергий Там у меня два Сергия Язык Подплетает Третий Я думаю Ну кто же он такой Сергий Я даже не знаю Уж целый месяц Молюсь Сегодня он вышел Сергий Мастерников Он требует помощи Чтобы за него Помолились Вот что я Из этого вижу Нам нужно Слово Божие Не просто знать А он преподает Вот как Сердце как песчинка будет Вот для этого мы и собираемся И ждем Среду и пятницу Я уже десятки раз Это вот это считал И каждый раз Вижу здесь новое Почему? С возрастом Себя больше видишь Тебе больше всего Враги сказали Какой ты И вот это вот сейчас Как раз и показывает Зависть Это страшный Ядовитый Скорпион в душе А кому завидовать? Чтобы никому не завидовать Ни богатому Ни знатному А узнал он В том то нуждается Вот сейчас сильно показывает На новоизбранного Президента в Америке Какие причины Почему его убьют Убьют Сейчас там весь Верхняя верхушка Все против него Мы каждый день Поминаем Дональда в молитвах Вместе с нашим президентом Чтобы не было покушения Мы должны быть Деятельными Возьми себе Каждый за правила Молиться о правителях Чтобы Бог дал им Страх Божий И чтобы на них Не было покушения Отошел Зачал до мной Потерял интерес Так я потерял интерес Наверное Изначал до мной Потерял интерес А почему бы потерял интерес Римлянам Первая глава Девятый десятый стих Свидетель мне Бог Которому служу Духом моим В благовествовании Сына Его Что непрестанно Вспоминаю о вас Всегда прося В молитвах моих Чтобы воля Божия Когда-нибудь Поспешила мне Прийти к вам Толкование Так как Павел Еще не видался С римлянами Между тем Хотел сказать Что всегда Вспоминает о них То и призывает Во свидетели Того Кто знает Сердца Заметь Благоутробие Апостолы Он всегда Вспоминает о людях Которых даже И не видал Где же Вспоминает В молитвах И при том Непрестанно Служу Богу То есть Рабствую Духом моим То есть Не плотским Служением Но духовным И во служение Языческое Есть плотское И ложное А у индейское Хотя и не ложное Но также плотское Служение же Христианское Есть истинное И духовное О чем и Господь Говорит Самарянке Истинные поклонники Будут поклоняться Отцу В духе и истине Читаем об этом Евангелие Таана 4 глава 23 стих Так как много Есть родов Служения Богу Ибо один Служит И рабством Богу тем Что Благоустрояет Благоустрояет Только Свои дела Другой тем Что заботится О странниках И снабжает Вдовиц Так поступали Сослужители Стефанов А иной тем Что проходит Служение Словом Что Апостол говорит Что апостол Говорит Бог Которому Служу Духом Моим В благовествовании Сына Его Выше Он приписал Благовестие Отцу Но это Не странно Ибо Отцовство Отцово Принадлежит Сыну И Сыновнее Отцу Говорит Это Доказывая Что Эти Заботы Необходимы Для него Потому Что Кому Поручено Служение Благовествование Тому Необходимо Заботиться Обо Всех Принявших Слово Теперь Прибавляет Почему Вспоминает О них Прийти Говорит К вам Обрати Внимание Как Не любил Он их Как Сильно Не желал Видеть Их Однако Не хотел Видеться С ними Против Воли Божьей Ибо Мы А Простите Но мы Или Никого Не любим Или Если Любим Кого Когда Нибудь То Делаем Это Против Воли Божьей Что Павел Непрестанно Молился О том Чтобы Видеть Их Что Происходило От Сильной Любви Его К нам А что Он Покорял Смоновению Божию Это Было Знаком Его Великого Благочестия Не будем Скорбеть И мы Если Когда Нибудь Не получим Просимого В молитвах Мы Не лучше Павла Который Трижды Просил Господа Об избавлении От Жало В плоти И Не получив Желаемого В этом Читаем Во втором Послании Коринфянам 12 глава 7-9 Ибо Это Было Полезно Для Него Вопросы Вопросов Нет Игнать Тихонович Вам Слово Тут Вот Какое Дело Очень Интересно Если Мы Нимательно Считать Дианих Апостол В 16 Главе Говорится Апостол Павел Пришел К Филиппу Дьякону У него Было Четыре Девицы Дочери Девицы Они Были Пророщицы И Все Пророчествовали Прямо Говорится Духом Святым И Говорят Дух Святой По Всем Вяжут И поведут Туда И Все Умоляли Что Дух Святой Сказал Чтобы Его Не Пускали Туда Дух Святой Повелел Не Ходить Иначе Убьют Ну Понятно Дух Святой Сказал Подтверждение Получено Но Самое Интересное Что Апостол Павел Говорит Что Вы Сокрушаете Мое Сердце Я Умереть Готов И Стал Им Рассказывать Я Хочу Пойти Тогда Иди Опять Планили Колени Помолились Это Очень Редкое Место В Писании Когда Противится Человек Сказан Духом Святом Или Это Разница Во времени День Два Или Любовь Поборола И это И Господь Утвердил Второе Его схватят Его арестуют И дальше Что будет Надо Быть Очень Осторожным Там Где Дело Касается Миссии Миссионерства Это Бог Повелевает Тут Никакие Институты Никакие Отделы Миссионерские Ни с какого Боку Не подходили Это Чуждое Совершенно Явление Сегодня А именно Благодать Духа Святого Открывает Глаза И Павел Понял В данном Случай Дух Святой Утверждает Иное Решение Чем Было Сказано Раньше Отошел Понятно Благодарим А Одиннадцатый Стих Ибо Я Весьма Желаю Увидеть Вас Чтобы Преподать Вам Некое Дарование Духовное К утверждению Вашему Толкование Другие Говорит Предпринимают Дальние Путешествия Для иных Целей А я Для того Чтобы Преподать Вам Некое Дарование Некое Говорит По скромности Ибо Не сказал Иду Научить Вас Но Передать То Что Я Получил И Притом Мало И Соразмерное С моими Силами Дарование То Есть Все Что Возвещают Учители На пользу Слушающим Ибо Хотя Учительство И Доброе Дело Однако И Добрые Дела Наша Суть Дарования Потому Что Для них Нужна Помощь Свышь Скрытным Образом Дал Разуметь Что Римлян Надлежит Во многом Исправить Поскольку И это Сказано Очень Сильно Ибо Римляне Могли Сказать Что Ты Говоришь Уже Ли Мы Колеблемся Кружимся Имеем Нужду В тебе Чтобы Стать Твердо То Присовокупляет То Есть Утешиться С вами Смысл Такой Вы Терпите Много Притеснений Почему Мне Желательно Стало Увидеться С вами Чтобы Сколько Нибудь Утешить Вас Или Лучше Сказать Чтобы Самому Принять Утешение Этого Требует Общая Польза Ибо Ибо Тогдашние Верующие Приводившие Жизнь Как бы В плену Имели Нужду В прибытии Друг к Другу И тем Весьма Утешали Друг друга Значит И Павел Нуждался В их Содействии Немало Ибо Он Столб Церкви Напротив Дабы Не выразиться Резко И Как сказали Мы Не огорчить Их Выразился Он Что Сам Имеет Нужду В утешении Их Если Кто Скажет Что В этом Случае Утешало И веселило Апостола Привращение Веры Временно То И такая Речь Будет Хороша Она Видна Из слов Апостола Верою Общую Вашую И моею В таком Случае Мысль Будет Следующая И я Видя Веру Вашу Утешусь И Возрадуюсь И Вы Получите Твердость Моей Веры Получив Утешение Относительно Того В чем Может быть Колеблетесь По молодушию Но Этого Он Не говорит Явно А Как сказано Искусно Подразумевает Это И Небольшой Комментарий На слова Преподать И Возвещает Учители Комментарий В пении В знании Молитв Во времена Апостолов Была Другая Шкала В определении Ценности Христианина Далее Кавычки Открываются И Цитируется Блаженный Филат Болгарский Преподать Вам Некое Дарование Далее Троеточие Дарование То есть Все Что Возвещают Учители На Пользу Слушающими Комментарий Закончен Пожалуйста У кого есть Возникли Вопросы Задавайте По Сущему По Прочитанному Если Вопросов Нет Дайте Конечно Добавляйте Вот Интересно Тут Я хочу Повыше Взять Он Пишет Девятый Десятый Стих Свидетель Мне Бог Которому Служу Духом Моим То есть Внутренним Расположением В чем В благовествовании Сына Его Служу В благовествовании Не в литургии Не в крестных Ходах Не в мощах Не в монашестве В благовествовании И этим Наполнена Вся Библия Господь Говорит Христос Сидите В Иерусалиме Доколе Не обречетесь Силою Вот На 10 дней Был Божественный Монастырь Через 10 дней Сошел Доколе Не обречетесь Силы Если силы Благодати Нет Никакой Местии Нету Сегодня Этого Не понимают А как Ты пришел В семинарию Ну я С бабушкой Ходил Я ходил Книжки Считал Считаем Снова Служу Как Пробиваться Что здесь Сказано Вот Вот Сегодня Был Был Так Останец Раб Ты Раб Отрубал Молился Который Молодычествуйте Он приезжает Со свитой Служба Много Места Занимают У них Эти Клобуки Потому что Они Картонные Я Против Чего Не говорю Но главное Это не надо Было Забывать Некий Плод Он уже Заранее Знал Что он Скажет Не так Что он Будет Конспект Составлять Где Вступление Где Окончание Дух Святой Владел Им Научить Плод Некий Преподать Вам То есть Этот Плод Остается Где-то В Сибири Будем Сегодня В его Письмо Это Письмо Вот он На других Языках Не послание Называется А письмо Бриф Знал ли он Что мы будем Так вглядываться В каждую Строчку Шлифовали Свои Письма Делали Поправки Я почему-то Думал Он писал Сразу На счастую Потому что Как Бог Сказал Как Ереме Ни одной Поправки Никогда Не было Это Прямо От Бога И теперь Мы Вглядываемся Да И у прочих Народов И он там Тоже дары Какие-то Приносил То есть В проповеди Эх Кто-то бы Записал На магитофон Что же он Там То ефесян Говорил Не послание А когда посетил Их Не было Нельзя Осуждать Что сегодня Вот так Интернет Развит Хотя Четыре миллиарда Еще в интернет И не заходили Население А как это Здорово Если бы Киносъемка Была Мы видели Христа Его глаза Его руки Ну Мы можем Повоображать Это первое качество Любого лидера И он Павел Снова Подчеркивает Дарованием Называет И опять вопрос Павел Говорит Подражайте мне Все Не семинаристы Только Как я Христу Христос Все время Проповедовал Апостолы Все время Проповедовали И вдруг Мы видим Уже в третьем веке Было принято Постановление Проповедовать Могут Только Епископ И священникам Запретили Проповедовать В храме Вообразить Даже нельзя А потом Потом Все таки Раскубарили Священникам Мирянам Запрещено Канон Так и остался И когда я Проповедую При епископах На меня Нападки Вы канон Нарушаете Я говорю Я не просто Мирянин Но у меня Маленькая Лычка есть Я рукоположен Щтеца А пока Не был Щтецом Мы после службы Когда батюшки Нет Столовой Столы Опрокидывали Больше места И я тогда Говорил проповедь Нарушать Конечно Раз правило Осталось Мы не можем Его Но Дарование Это Которое у тебя Оно заставит Тебе говорить Там где можно Где Кроме храма Везде Даже если Человека Отлучили за грех И отлучили Нанималый срок То и тогда Не останавливаясь Вот я смотрел Сейчас У Карипанова Этого И вот у Масленникова Нигде Слово про это Нету Нету Они просто Знают толкование Говорят Бороться с грехом Надо Вникать в себя Надо Бороться С гордостью С самостью Рожденный Свыше Никогда Об этом И не думает Он заново Родился В момент Рождения Он заново Творение Произошло Переформатировал Сознание Бог Вот В моем Доме Обратился Двоюродный Племянник Суслова Михаил Андреевич Главный Идеолог Коммунистической Власти В Советском Союзе Был Он Встретил Как-то Я когда Обратился К Богу И встретил Одного С кем Заканчивали Университет Институт Когда был Я говорит К Богу Обратился Ну и что Мне Бог Дал рождение Свыше Ну и что Так он Изменил Меня Подожди Гена А как Насчет Матерков Я говорит Задумался Да как Два месяца Я ни разу Не сругался Да две минуты Без Матерков Не мог Ну как Хрущев Он с Украины Понимаешь Как Но ты думал Чтобы не материться Я забыл об этом А курить Тогда в табакерку Леденцы Сосать Надо поменьше Сегодня Десять Завтра Девять Вот так вот В один момент Все выбросило Как будто Никогда не держало А они Эти вот Кого я слышу Проповедовать Все говорят Как патриарх Алексей Второй Говорит Что Нам нужно Реставрировать Человека Смешно Патриарх говорит Да он еще Мертвец совсем Как реставрировать Мертвеца Ну вот Труп привезли Труп раздавлен А я буду реставрировать Да можно Улыбку создать на лице Закачать под определенные мышцы Там Какой-нибудь Формалин Но здесь Речь идет о том Что ты другой Ино бытие Бог говорит Творю все новое Мы должны на этом остановиться Эти люди Которых я называю С которыми познакомился Они оба мне очень понравились Как они одеты С бородами Не без галстуков Видно что это Не масоны никакие Не по Осипову Ну просто нравится И речь спокойная С сознанием Писания Иногда Библию Цитируют даже Но главное Они не говорят Главный вопрос О рождении свыше Если нет Плащ Плащ Станай Ухвати Заризу Христа Волоком тащись Не уйду Господи Пока не даруешь мне рождение Вот тогда А старое Да ты же столько знал Все уходит Притом уходит сразу И тебе надо будет Попросить прощения Тебя не надо толкать будет Ты совесть Обновленную Напомнит обо всем Дух Святой Будет обречать Хотя и учиться Надо будет Отошел Так Ну у меня вопрос Вот О каком Плоде Речь идет Речь идет О том Какой плод Бог дал ему Толкование Писания Открытие истины На Христе О жизни Во Христе Этот плод Он называет Проповедь свою Новое открывает А что новое Для верующего Ну Это даже говорить не надо Если ты этого не знаешь Ты не научишься этому В это выпрашивается На коленях у Бога И тогда Что Господь говорит В 7.37 Считаем Евангелие от Яна Кто жаждет Иди ко мне и пей Из чрева у него потекут Реки воды живой Не одна река Реки И сие Сказал о духе святом Которого имели принять верующие Евангелие от Яна Дух святой Это река И Бог это дает Никакие семинарии Ни академии Этого дать не могут Они учителя Этого не знают Я с ними разговаривал С преподавательским составом Со студентами С батюшками Ни одного Не встретил Ни одного Но я не говорю Такие как отец Геннадий Фаст Который из протестантов Пришли Он это знал еще там Если этого нету Можно научиться Формально исполнять все От и до Ну вот как Устав в милиции Там или где-то На дорогах Ты можешь все знать По частям Службу знает Как Но это только Пособие нам Потому что Чтобы научить молиться Молитва должна быть составлена Заранее Бывает Бывает Вот как в церкви Ну а разве можно составлено Да ибо птицы составлены Молитву поют Все протестанты поют Как Песнопение Обращенное ко Христу Его имя Иисуса Так сладостно одно Спасение Счастья Сердцам От Бога В нем Дано В нем Исцеление Тяжких ран И я с души Больной В нем Исцеление Христиан Среди борьбы Землей В нем Мой маяк К нему плыву И направляю Путь В нем Пристань Где склоню Главу Чтобы вечно Отдохнуть Видите Заранее составленное И Зайдем на Голгофу Мой брат И нас зовут Христиане Там все И мы должны знать Этот плод Который мы даем Поемли Божественное Новое Разучили Псалмы Нас в поезде В вагоне В автобусе Люди с удовольствием Слушают Да еще если инструмент Какая-то гитара есть Я уж не говорю Про скрипку баян Вот это Духовное дарование Должно быть у нас Всегда в рюкзаке То есть в сердце Где бы ты не остановился Ну минутка Одна И ты уже заговорил Но научиться надо говорить Вот Ждешь автобуса Стоят люди А что я буду говорить А ты скажи Устали уже ждать Как вот Если бы мы ждали Христа Вот так же Когда он придет Вот заключенные Ждут Амнесии Как второе пришествие Христа Солженицын говорит Ну а если в магазине Я выбираю Лучшее временное Почему же мы не выбираем Вечное Ведь есть же где-то Хорошие книги Можно купить Божественное Какие-то диски Продают Там начитанные проповеди Даже Осипова Там Стеняева Ну хорошая Там Андрей Ткачев Передает Где что-то И С любой позиции Зайти Вот об этом Хорошо говорит В брошюрке Найдите ее В интернете Один день святой жизни Митрополита Григория Санкт-Петербургского Дореволюционная Один день святой жизни Что бы ты ни делал Сразу Плыви в этих строках По Евангелию А вот это так-то Водишься ли Ты машину ли ведешь Господи А как я управляюсь Своей душой Мою душу Может быть давно Обузнал дьявол Да она мне уже Давно гоняет И я не замещаю этого И молитва получится живая Отошел Благодарю Но все-таки мне Хочется уточнить Он говорит Апостол Павел Чтобы иметь некий плод И у вас Через проповедь Через проповедь Когда они обратятся С теми дарами С чем он пришел С проповедью И теперь у них Другая жизнь будет Они будут приносить плод Вера от слышания От слышания От слова Божия А кто слушает И исполняет Тому царство небесное Открыто Вот об этом и говорит То есть плод И плод Это есть исполнение Да Да Это понятно 14-15 стихи Я должен И еленам И варварам Мудрецам И невеждам И так Что до меня Я готов Благовествовать И вам Находящимся в Риме Толкование И это есть Дело скромности Я говорит Не милость Какую оказываю Но исполняю повеление Владыки И вы должны Благодарить Бога Что он Благодетельствует А я Должен То же самое Сказал и Каримфинам Горе мне Если не благовествую А мы там читаем В первом послании Каримфинам В 9 главе 16 стихи Поэтому я готов И вам Проповедовать Хотя бы Перед глазами Были опасности Такова была Ревность Его Во Христе Вопросы? Пожалуйста Олег Или не показалось Что ты руку поднимал Олег Сват Я не поднимал руку? Я поднимал раньше Маленько А сейчас Нет Сейчас я не поднимал А раньше Уже пошло Если потом Будут Вопросы Ответы А потом поговорим Давай Так Ну по этому Отрывочку Что здесь Должен Видите Обязанность Себе это Ставить На это Хотелось бы Обратить Внимание Игнать Тихонович Давай Горе мне Если не благовествую Вот этому Надо научить Написать на бумаге И вместо Афиши Ищу работы На груди Вывешают Горе Горе не только Павлу Горе мне Мы должны Присвоить Это Ян Златоус Говорит То что мы Считаем Мы все Должны притянуть К себе Это обо мне Говорится Христос умер За весь мир А твоя душа Должна сказать За меня Вот особенно Это сильно Подчеркивают Протестанты Это мой Пришел спаситель Божий сын Мой Лично Твой спаситель Православные Пытаются опровергать Как личный Вот в этом то и дело Что они не знают Даже святых отцов Горе мне Если не благовествую Горе это означает Что я не благовествовал Человек не уверовал Он погиб Я вижу мертвого Горе мне Он погиб Из-за того Что я не говорил Я вижу там Запилися А я с ними давно Знаюсь Горе мне Что я им не говорил Вот сегодня Рассматривают Учат покаяние Вот этот Масленников Разбирают Тщательные грехи Большие Малые Второстепенные Но никак не говорят Что главный Это грех В чем На него нападают Где Я о нем никогда Не буду говорить Это плохо Только говорить О том Что нужно сделать Потому что он Гонимый Но главное Это сказать Необходимо было Придет Дух Святой И обличит О грехе О правде О суде О грехе Запитая Что не веруют В меня Вот не верует Человек Он и наркоман Не верует Он и блудник Он и разведенный И это Б Женщина одинокая Наживающая там Детей Вот Все это будет здесь Все в неверии И на первом месте Страх Божий Вот я немножко Хотел сказать Когда проповедуем Благовествуем Вот у меня в четвертом томе Открытым оком Говорится Кому что сказать Вот это Вокруг нас Общество Оно разбито у меня Там на 24 категории Людей Первое Который Бога не признает Атеист Коммунист Второе Который не признает Что Библия Это слово Божие Движимое Духом Святым Люди написали Третий говорит Ну не сегодня Завтра Это То есть Вот 24 категории Но самая плохая Категория Это циники Он говорит И подсмеется Вот Говорит И на раз Человек Говорит Хорошее Как будто бы Он писание Даже знает Говорит Вот так Подхохатывает Страха Божия Никакого нету Ему Я не знаю Я не знаю Почему Или они Более нежные В этом вопросе Более расположенные А эти люди Как правило Они одного вида Щетина какая-то Бороды нет Никакой Ну Они многое слышали Все время Подхохатывает И это связано С блудом Я дальше исследовал Теперь я абсолютно точно знаю Какие внешние признаки И какие внутренние Почему он такой Покаяние не принято Сатана занял Семь злейших взял И он там обитает И он над всем смеется Он говорит Даже правильно Совершенно правильно И среди правильного Из него вырывается смех Я говорю Зачем ты смеялся Я не смеялся Ну Я же Магнитопон записываю Вот Говорит Знаешь Из-за нас Христос умер Опять Ну и придет судить Мир Ге-ге-ге Это сатана Это уже одержимость И такие люди Абсолютно не поддаются Исправлению Они перешли Где-то грань Не дай бог Вам встречаться с ними И когда об этом говоришь Сразу ступаются Ну что мы Должны все время плакать Я говорю Христос сказал Горе смеющимся ныне Горе И дальше Блаженны плащущие Ибо они утешатся Какой смех Когда мы окружены Грехом со всех сторон Да мы не грешны Супер грешны Но мы подвержены Этому влиянию Мира И мы должны Плакать и молиться Чтобы не быть Соблазном для кого-то Я Горе мне Если не благовествую Не благовествую И церковь приняла Священники Тебя ставить хотят Нельзя ставить Пока все домашние Не будут верующими Какое условие Сегодня вообще Это Катаканон Его выбросили А почему Он сам не верующий Кого он может обратить Я рассказывал У одних печку делал Он хороший батюшка Пригласил меня А тесть его сидит Под иконами Внука качает И поет За власть советов И как один умрем В борьбе за это В доме священника Под иконами С поповским сыном Почему? А другого нету Отошел Шестнадцатый стих Ибо я не стыжусь Благовествования Христова Потому что оно есть Сила Божия Для спасения Всякому верующему Во-первых Иудею Потом и Ерлину Толкование Римляне Римляне Слишком привержены Были к мирской славе А Павел Должен был Проповедовать Иисуса Претерпевшего Всякое бесславие И римлянам Естественно Можно было стыдиться Что Таков Спаситель Поэтому и говорит Не стыжусь Научая между прочим И их не стыдиться Потому что И он Не только Не стыдился Распятого Но и хвалился И величался Им Кроме того Поскольку Они надмивались Мудростью То я Говорит Иду Проповедовать Крест И не стыжусь Того Ибо Он Есть Сила Божия Ко Спасению Есть И сила Божия И в Наказание Так Бог доказал Силу Свою Египтианам Наказав И Есть Так же Сила В погибель Как сказано Бойтесь Того Кто Может Погубить В Диене Читаем Евангелие От Москве 10.28 Итак Что я Павел Проповедую То содержит Не наказание Не погибель Но Спасение Кому Всякому Верующему Ибо Благовестие Служит Во спасение Не просто Всем Но Приемлющим Оноя Во первых Иудею Потом Иелину Здесь Слово Во первых Означает Первенство В порядке А не Преимущественно В благодати Ибо Иудея Не должно Предпочитать Потому что Потому будто Он больше Получает Оправдание Он только Удостоился Получить Оноя Прежде Почему Словом Во первых Выражается Только Первенство В порядке Речи Коварина Закончены Вопросы По этому Стиху Ну вот Этот стих Приводят Сектанты Иритики То есть Всякий Кто призовет Имя Господня Спасется Они говорят И здесь Тоже Слово Всякий То есть Есть Сила Божия Ко спасению Всякому Верующему То есть Я же Верующий Значит Я спасенный Ну как Ты верующий То Нужно Вопрос Сразу Задавать Яко Веруешь Брат А когда Вот уже Послушаешь Его Как он Верит Во что Верит То Уже Начинаешь Понимать Что там Дух Самообольщения Самообман Не та вера Которую Преподали Апостолы Скаженная Извращенная Различными Заблуждения А здесь То есть Слово Всякому Относится То есть Не только Иудей Может спастись Как многие Веровали Но и Ельин И цыганы Русские И француз И немец Вот Имеется ввиду Что значит Пословом Всякий Не всякому Веритику Сектанту Спасение Бог обещал А всякому Верующему Послову Апостолу А Еретики Не приняли Слова Апостольские Веру Апостольскую Исказили Ее И в своем Искажении Объединились И отсеклись От церкви И святые Соборы Предали Их Анафеме И как Сергей Николаевич Масленников Говорит Надо же Говорит Апостолы На собора Говорит Их Анафемасовали Церковь Раздержали А сегодня Вроде как Всех Объединять Хотят Так что же Выходят Святые Отцы Церковь Раздирали Что ли А вы Сейчас Такие Умные Давайте Объединяться Со всеми Веритиками Такая Мысль Понравилась Но Конечно Считает Католиков Веритиками И Осуждает Вот Это Но Тут Надо Игнать Тихач Правильно Надо Смотреть По Этапам Что Общее Надо Смотреть Но И Сегтанты Тоже Любят Говорить Давайте Лучше Говорить Что Что Нас Объединяет Что Нас Общее А Что Разъединяет Им Неприятно Это Слушать Потому Что Все Таки Совесть Может Быть И Есть Им Вольно Сознавать Что Они Не Выстинят Но Упорствуют В своем Не Верите Вот Что Печально Пожалуйста Игнать Тихонич Дополните Вот Во-первых Ведь Это Апостол Павел Пишет После того Как Христос Был Распят Сегодня Русским Патриотам Очень трудно Это доказывать Они Берут Внешне Да Вот Евреи Устроили тут Революции Погубили Страну Ну и все Остальное А грабили Увезли Я никогда Не спорю Об этом Это Слишком Открыто И все Фамилии Нам Известно Пропечатаны Но Здесь Речь идет Что Там Все Временное А Вечности Они Тех Которым Бог дал Обещание Не отвергнуть Их Вот Они Как раз Остаются Во первых Почему Христос Говорит Я пришел Проповедовать Погибшим Овцам Израиля И ученики Считаем Вторая глава Деяния апостолов Никому не проповедовали Кроме Иудеев Они Так Выполнили Слово Господне И когда Пришли К Павлу В гостиницу Считаем Уже Последняя глава Там Двадцать восьмая Деяния апостолов И он Говорит Господь Повелевает Идти к язычникам Теперь Отрисают Там на вас Прах Все Ты вынес Я вам Свидетельствовал Вы не приняли Теперь путь открыт Вторая половинка Двери открывается И это они Понимают Сколько горя Это им принесло Во всем мире Вот у нас Еврейка была И она принесла Список В каком Государстве Они были И как гнали И как убивали Какие варфоломеевские Ночи им устраивали Нож хрустальных ножей Везде Я говорю А за что Вы только где появляетесь Вы сразу же делаете Своё дело Ну как В фильме Двенадцать Там У Михалкова Говорит Еврейские штучки Ну вас гонят И не за добрые дела Всё Священник Полез в кабалу Взял у них Отдать не мог Иудей закрыл храм Ну а дальше Всё остальное пошло Ну а теперь Считай Тараса Бульбу Что там с ними делали Живьём евреев Жарили, убивали Сдирали кожу с них И причина-то Вся в конечном счёте В нас Бедность А зачем в долги лезть Работать, чтобы были деньги Ответ один Никогда в долг не заходи Да я вот сделаю Вырастет Не вырастет Вся гречка у нас Ушла под снег Прекрасный урожай был нынче Ничего не могли убрать Всё Я говорю ещё сколько Всё И поэтому Как бы ни было трудно В долг не лезть И поблагодари Бога Что ты бедно живёшь Научиться надо благодарить А теперь тебе и показано Во-первых Иудею А во-вторых Нам что достанется А нам досталось Ещё более полное Были учителя еврейские Павел был еврей Пётр еврей Иоанн еврей И они нам дали Слово Божие Над которым мы сейчас Сидим и трудимся Мы должники их Великое дело Павел говорит Что если они послужили вам В духовном А мы в телесном Там Павел везде собирал Средства Деньги Потому что Голод был большой В Иерусалиме Иерусалимская церковь Это первенствующее Первое И когда об этом Сегодня говоришь Аж зубами Скрижищут на тебя Мы должны Мыслить категориями Священного Писания Бог всякому Открыл Но во-первых Иудею И великое преимущество Быть иудеем А почему Им верено Слово Божие Мы его получили И за то Что мы это имеем Осознали Из наших уст Никогда не будет Проклятия на евреев А только благословение Мы каждый день молимся Дай мир Израилю Господи Дай им познать тебя Единого истинного Бога Чтобы не был у них Отец ваш дьявол Христос им сказал Чтобы был отцом Ты их Вечный Бог Отошел Благодарим Так Час прошел у нас С Божьей помощью Пожалуйста У кого накопились вопросы Задавайте Так Евгений Травко Пожалуйста Микрофон Включи Тебя не слышно Вопрос Знать Тихончик Уминал о Глебе Якунине Я за него тоже читал Хотелось бы узнать Что это такое Человек Что он за такую Юрисдикцию создал Православную Хотелось бы узнать Вот его юрисдикцию Которую он создал Кто такой Глеб Якунин Какую он юрисдикцию создал Ну это он потом ушел Автокефальное Там пошел он куда-то Это потом Уже такого я не встречался И не знал Я считаю Это абсолютно Недопустимо было Но под Патриархией Его Как говорится Гнобило до конца Помню Тогда выступал Ювеналий Когда его принимали Уже после Мы освободились С ним из тюрьмы Фактически В одно время Я у него был Там Все рассказывать Это умница был Просто удивительно Ну и он говорит Смотри Тебя Церковь приняла Как бы с тобой Чего хуже не было Ой-ой-ой Он сидел Разъезжал За границам А человек Терпел узы В железо вошла Душа твоя Как и в Осипе Было сказано Это просто издевательство Ну а дальше Он провинился Мы помним Когда патриарх Алексей II Там Петерим Кажется Сидели В первой думе И он был избран Это депутаты были Голосовали за них Они победили там Конкурентов Ну а потом Потом вдруг Я не знаю Какая причина была Нигде не писали Но Патриархийные решили Не участвовать в этом И они вышли оттуда И ему сказали Ты выйди Он говорит Я избран на второй срок Тебе сказали выйди Ну что я ради выйду Когда на меня депутаты Это народ Избрали меня Я стараюсь Чтобы для народа было Они куда-то там Средства шли И они его Запретили в служении Запретили А так как он не покорился Они предали его Анафими А он-то Ну не повинный Потому что Согласно 19 Глава 19 стих Второзаконие Незаконное Это в церкви есть Канон такой Незаконное отлучение Падает на отлучающего Смысл такой Они за это Отлученные Ну и он тогда пошел Я кажется У Филарета он был А потом создали Свою автокефальную Какая-то Я не знаю Кто у них был Рукоположен Кто епископ Вообще ничего Больше не знаю В моей памяти Остался он тем Который вышел Из заключения Вот у меня В книгах Светное фото Мы стоим вместе Он был Непростой Батюшка Я помню Вот мы с ним Были когда И он говорит Тогда приезжал Если я не обижаюсь Не ошибаюсь Рейган был Рейган В Москве Если вот Это имя Рейган И ему пришло приглашение Как диссиденту Навстречу Ну представьте Президент Большой такой страны Приглашает Разве каждого Там десятки раз проверили И он пошел туда Что он делает Он наливает Полный стакан Водки Сорокоградусной И выпил Я говорю Что ж ты делаешь Он Пускай наши знают Что он хотел сказать Я так и не понял Показать что Высокое его звание Его не трогают Он как был русский Такой и остался Какой-то как бы Бравада такая Я не сужу его Мне просто интересно было Тут бы кажется Порошинки в глазу не было Он стакан целый Я прокинул И пошел На встречу с президентом То есть он ни во что Почти ни во что Ставил Знатность людей Вот А что дальше Он где-то Какая-то Автокефальная Автокефальная Ничего не знаю Сказать не могу А где можно Почитать Ваши интервью С ним Вот Интервью у меня Где-то лежит Дело в том Что это было Уже после Второго ареста Я уже отбыл Вернулся И где-то это есть Но у меня был Поджог Где мы жили Поджог Не знаем кто Чего Одновременно В монастыре Пожар был и у нас Там две монахини сгорели А у меня за стенкой Женщина Я как раз Не ночевал Жена-то хоть Выскочила успела И многое погибло Многое У меня столько всего Было интересно Тоже интересно Когда пожарники Все заливали То стена Которая вся Из одних книг Ее почти не тронули Все Перепорчено Там брать нечего было Книги остались В большинстве целые Там у меня Большая библиотека Для слепых По Азбуке Брайля Была Все это сгорело А это осталось Я организовал Несколько больших библиотек И передал братьям Вот И я думаю Что может быть Где-то они есть На Это было написано На двух Катушках По 8 часов 20 минут Размер 375 метров Я много писал Знаю Вот И приехал ко мне Кто меня курировал Это полковник Из КГБ Никулин Юрий Михайлович И Кажется Позвонил И говорит А дадите нам Послушать пленки Ну все-таки Он влияние имел На народ Глеб Таиконин А я говорю Нет Я вам не дам А если мы у вас На работе Я сторожем был На работе дам И они притащили туда Маяк 205 Я подумал У меня 13 магнитопонов Изъяли У меня то в студии была Когда я тиражировал На всю страну И сидел До утра Слышал Слушал В конце Уже утром Встал и говорит Да Большой мудрец Я все вспоминаю Что Сторож-то проверишь Да маленько приляжешь А тут он у меня дежурит Я целый день Мотался по базе Чуть не падал Вот такое дело Про Глеба И Кунина Вот Какие у меня сведения Он какой-то Пушной институт До этого заканчивал В Сибири Вот Я как раз Близко знаком был С Атом Дмитрием Дудко И тот стал там Говорить Такое что-то И он говорит Он совсем сбился Тот стал А этот Не так состоял Я понял Что он тоже Что он тоже Стремился К такому Возрожденному Православию Да Что Как бы Ну как бы Стремился Возрадить Какому Православию В России А по Согребе Скажу Что подлинный Лиг Московской Патриархии Зарядите В интернете Найдете Это большая Небольшая Баршюрка Бодлинный Лиг Московской Патриархии Да Возрождение Возможно Но только Через Самоотверженность Через Живую проповедь Через Благовестие Я уж не говорю Через Миссионерство Я никогда Не произношу Это слово Это настолько Высоко В сравнении С тем Что проповедь И благовестие Выше этого Когда уже Бог все стирает Остается только одно Огонь Да Я надеюсь Для этого Тружусь Мне говорят Вы же видите Что все мертво Поле С сухих костей Вижу И однако Тружусь здесь Мы никогда Не считали Московскую Патриархию Безблагодатной Никогда Хотя меня Когда я ездил По приглашению Синода Зарубежной церкви Там в Вашингтоне По голосу Америки Выступал То в Синоде Меня притесняли Даже за это Несколько Вот вы такой Вы патриархию Одобряете Я говорю А вам хорош всякий Кто против идет Тоже маленько ответил им А потом Видишь как получилось А мы так и остались Русской зарубежной церкви Принявшая Каноническое общение Мы можем Прищащаться Беседовать Служить вместе Приезжает Архиерея Их у нас служит Мы Ничего не Не меняли И оказались Как раз В золотой середине Святые Это одобряют Можно мне Слово сказать Нет Сергей Ильин Пока нельзя Олег Слав Давно руку держит Подожди Вот Дорогой Так Ну Уйдет От темы 10 минут Ушло На эту тему Другой раз Олег Слав Тебе Хорошо Игнарид Диконович Это К вам Сейчас Хочу обратиться Я когда Не буду Отпитать Тему А уже Дет Поближе Микрофон К себе Сделайте Я хотел К вам Обратиться Игнарид Диконович Давайте Когда говорили Об апостоле Павле Что Что ему Было Как Почему он В Рим Не мог прийти Что он Говорит Что я молился О вас Чтобы прийти Прибыть у вас Что были препятствия И вы Упомянули Что Сослались На деяния Где У одного Человека Были дочери Пророческие И Что там Пришел Пророк И Говорил О том Что Будет с Павлом В Риме То есть Если он Туда придет Не в Риме А в Иерусалиме Да Свяжет в Иерусалиме В Иерусалиме Извиняюсь То есть А потом Я правильно ли понял Что вы сказали Что Павел Как бы Непослушание Духу проявил Я правильно понял Что вы так Говорили Или нет Правильно Правильно Вот из этого Я хочу сделать Я хотел бы Внести ясность Пояснение В чем суть вопроса То есть Я вижу Читая Писание Вижу что Там не было Непослушания По той простой причине Что было объявлено Что будет с ним То есть Пророчество о том Как поступят с ним Но не было повеления Чтобы он туда не шел Относительно Этого места Писания Я провожу параллель В другое место Писания Которое написано Марка 13 глава 9 стих Где Иисус Христос Говорит об учениках Что их будут предавать В судилище За имя его То есть Это тоже Вот тоже То есть Это аналогичный Пример Например И вот То что поведение Павла Она Не является Непослушанием А Вот я что хотел сказать То есть Там не было повеления Там было просто Пророчество И поэтому я вижу Что Неправильно понимать Что апостол Павел Проявил непослушание Все я закончу А вот смотрите Немножко Это Вывод Толковать тут Ничего не надо Когда мы читаем В 16 главе Об этом Когда люди говорили Что Дух Святой Свидетельствует Чтобы он не ходил Прямо ссылается На Дух Святой А здесь он говорит Деяние 20 глава 22 стих И вот Ныне я По влечению Духа С большой буквы Иду в Иерусалим Не зная Что там Встретится со мной Только И дальше поясняют Что будет И они тогда Когда он им это сказал Что вы сокрушаете Мое сердце Народ то прям Окружил его Ну не ходил Вот и Павел Ну и Дух Святой Говорит где-то Он говорит Не сокрушайте Мое сердце Хотя бы надлежало Умереть Я пойду И Бог утвердил Именно это Почему Я не знаю Ответа Просто я читаю И вижу Вот это единственное место Которое я вижу Прямо сказано От Духа Святого И потом Противоположное он делает И этот Дух Святой Утвердил Именно противоположное Минутку Позвольте сказать Он не делал Противоположное Дух Святой Не было запрета Ему ходить Дух Святой Открыл Что с ним Сделают там О Христе Подобное было Параллельное Размышление Можно положить Во Христе Иисусе Тогда когда Петр говорит Да не бой С тобой этого Господа Он говорит Как Отойдет меня Сатана Да Так вот Мне надлежит Пострадать Как сбудутся писания Там в другом месте Когда его В Гемсианском саду Брали Когда Петр Меч вытащил Поразил Раба Перевосвященниц Христос Христос Говорит Что я Мог бы умолить Отца Чтобы он Предоставил Мне защиту То есть В виде ангелов Как же тогда Сбудутся писания То есть Мне надлежит Исполнить то Как об ней написано И потом Хотелось Еще бы сказать Что Есть То что они Говорили Да не Ходи там туда Вот апостол Павлов Что И удерживали его Это чисто Их эмоция Все Но и Дух Святой Не запрещал Не повелевал Ему не ходить Он ему просто открыл Что будет с ним Вот и все Поэтому здесь Нет никакого Непослушания Я не говорю Что непослушание Здесь противоречия Притом Явно противоречия Вот так Мы можем еще Прочитать Несколько мест Которые показывают Об этом Противоречия Все правильно Там Просто было Объявлено Что Что С ним будет И все И на его волю Там не было И вообще Запрета Давайте Прочитаем На другой день Пришли в Кесарию Это 21 глава 8 стих Войдя И между тем Как мы пребывали У них 10 стих 21 главы Пришел Из Иудеи Некто пророк Имени Магау И войдя К нам Взял пояс Павлов И связав Себе руки И ноги Сказал Так говорит Святый Дух Мужа Чей этот пояс Так свяжет В Иерусалим Иудеи Придадут В руки Язычников А написано Если гонят В одном городе Бегите в другой Это прямое Повеление Божие Пока мы не знаем Что за повеление Но Дух Святой уже сказал Когда же мы Услышали это То и мы И тамошние Просили Чтобы он Не ходил В Иерусалим Это его Паства Но Павел В ответ Сказал Что вы делаете Что плащете Сокрушаете Сердце мое Я не только Хочу быть Узником Но готов Умереть В Иерусалиме За имя Господа Иисуса Когда же Мы не могли Уговорить его То успокоились Сказали Да будет Воля Господня А то Что Господь Говорит Где грозит Погибель Надо убегать Это воля Господня была Но Павел Как бы Превозмогая Установление Идет выше По части Вышнего звания Мы даже Это рассматривать Именно так Вот иногда Я знаю Три раза Так встречается В практике Церковной Когда человек Хотел сам Пойти в ад Погибнуть А других Спасти Вот Моисея Господь Говорит То есть Моисей Говорит Господь Если ты их Не помилуешь Что изгладь меня из книги жизни Изгладь Господь Говорит Кого Нужно изгладить Я изглажу Второе Кто говорил Павел Я желал быть отлученным За родных мне иудеев Когда Послание в этом же Кримином Говорит Второй раз И третий раз Серафим Саровский Я просил Чтобы Господь Наказал меня А пастырь Помиловал Это Третий том Настольной книги Священнослужителя 501 страница И он там говорит Я молился Три дня И три ночи О русских архиериях Не о царе А о священстве И вдруг Бог заговорил Дальше прямая речь идет Бог сказал Не пощажу И не помилую Потому что Вымыслами Человеческими Заменили Истину Божью Он просил Почему Третий человек Моисей Павел И Серафим Это только Оттого Просили Что они не знают Что там есть Просто они говорили И не знали Не знали И Бог это не принял Позвольте Ну и как так Какая польза Если весь мир Приобретет А душе повредит А здесь я сам Пойду в ад Навсегда со Христом Разлученным быть Но говорить даже не надо Этот человек Говорил в экстазе В неразумии И мы должны так и понимать За это Не ставить пример Он хотел Отлученным быть И я хочу быть Ты там не был А там не так понимается А то место Я могу Пояснять сейчас Но я думаю Сейчас время Люди хотят еще Я просто хочу сказать Вот если бы Поступил Если бы Если понимаем Что он бы Противился Духу Святому В данном месте Когда о нем Было сказано Что будет поступлено Он не противился Как бы То есть Вот здесь Не было противления Если бы он противился То Дух Святой Как бы Был бы угашен И он бы Не было в силе Не проповедовал бы В силе И прочее Нет Олег Давайте назад вернемся Господь говорит Если гонят В одном городе Тем более идти Знаешь там Прямое повеление Божие Прямое повеление Иисуса Христа Гонят Бегите в другой И он сам Иисус Бежал Когда угрожал От ирода Иоанн Затус Называет Великий беглец С большой буквы Это стоит на первом месте На втором месте Стоит дальше Что было Он Согласно слов Христа Он должен был Сохранить себя Он говорит Желаю разрешиться И быть со Христом Но для вас Не сравненно лучше Что бы я был А тут жертвует Самим собою Значит Любовь его Настолько Пламенная была За родных иудеев Что он пошел Как бы Как бы Повторяю Противясь тому Что Бог установил Бегите в другой город В церкви было такое Когда Вот Гури Самон Авиф Считаем Житие святых Им угрожало что-то И они сами Выходили по городу И кричали Где тут гонят Где берут Ну вот мы считаем Ванифати Его отправила Аглоида Там мученика Мощи взять А он пришел И давай их там Захотел быть мучеником Церковь постановила Не делать этого Прямо церковь вывела Этого делать нельзя Для нас Важны теперь уже Слова Христа И канон Но любовь Павла Она не осуждается Все Все до одного понимали Он делает не так Он должен сохранить себя Но он пошел Как пример Это Афанасий Великий Он прятался в колодце И оттуда Разразился таким Посланиями Что тряслась Вся империя А если бы отдался В руки им Ну и еще бы не было Он проходил Прямо среди врагов И мы знаем Что Бог это одобряет Когда человек Спасает себя Для дальнейшей работы Так что Ваша забота Об этом правильная Но здесь Нужно подсказать Как бы Вопреки Прямого указания Христа Не делать этого Еще вопрос Вот я попутно Хотел сказать Когда я написал Письмо Путину Патриарху Чтобы открыли мне Дорогу Пройти в ИГИЛ Через Турцию Я Турции был Знаю То меня стали О пиариться Там все слова То не знают Что А вы знали Что убьют Не знаю Но допустим Если бы Все таки С Эрдогеном Договорились Меня бы пропустили Мы начали уже Переписываться Там Куда идти Уже по арабски Переписывались Нашлись люди Которые составляли И мое обращение Перевели на арабский язык Им туда Но ты пришел У них запрещено проповедовать А я и не говорил Что буду проповедовать А что бы вы делали У меня своя программа Тебе знать не надо Ты даже еще не был там Ты даже в мыслях не положил Мне жалко их Молодые крепкие ребята У них нет ни самолетов Они не на равных Лучшие бомбардировщики Сейчас показывают Какие бомбы бросают Как будто атомная бомба Ужас один Полквартала сметают сразу И молодые люди Со всего мира туда лезут Я забываю Кто они Они живые люди А что бы вы там делали Значит Если я говорю Я знаю Что бы я там делал Заранее бы договорился Разговаривать буду с ними Тогда Когда старший вызовет И скажет Разрешаю говорить Я бы молился А что остальное Это при мне Но Меня поблагодарило Там министерство По тем странам Или отдел министерства Поблагодарили Ну и на этом Все закончилось Я уже дома Собирался Уже все это Старался собрать На дорогу Что и Так а ты знал Что на смерть Не знал Все бывает Вот два журналиста Были Отец сыном из Германии И договорились с ними И были И все записали Описали Сняли И их не убили То есть уже были Такие примеры Нам показывают Они такие А они то Патриоты Самые настоящие Патриоты У них Своя священная книга В руках Хотя они ее Неправильно используют Там написано Христиан не убивать А только чтобы Налоги платили А они им головы режут Я знаю о чем Поэтому слова Павла И для меня понятны Благодарю Еще вопросы Пожалуйста Задавайте Что-то закрашиваю Если можно Я Глебу Якунину Возвращусь Да Можно Вот там Вот его Игнать Тихонович Выставил мучеником Практически Святым Но Сначала Как бы Когда у нас Пошла эта Перестрелка Перестройка Там как бы В церкви Все ринулись В депутаты Во власти Всякое Дело было Потом церковь решила Нельзя Все Всем выйти Все Архиереи вышли Все священники Все подчинились Глеб Либо служишь Либо 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 Ты служишь Пасту Пасешь А пасту Тебе не нужна Тебе нужны Деньги Нужны Власть Нужно Другое Дело Иди За властью Причем Тут церковь Тебя запретили Ну запретили Ходи в церковь Причащайся А он пошел Вообще Против церкви Все правильно Церковь его Иоанна Фимацевова А что вы хотите Никакой он не мученик Никакой не мученик Он Обычный Простой Он не мученик Сергей Мучеником его Никто не называет Это вы уже Лишнее сказали А отлучать его Они могли запрещать Он мог быть Бессана Бессана мог Мог выйти Он это не сделал Но Анафеми придавать Никаких канонов не было Это самодурство Поповское Никаких канонов Не было Он должен подчиняться Вчера сидели На этом месте На этой же скамейке По каким канонам Они туда лезли Не надо Это сергянство Сергей Служить он не может Сергей Не надо говорить Иначе этот обух На вас опустится Другую церковь Нет канона Никакого церкви Вчера только сидели Там сами Они могли сказать ему Но Анафеми придавать Его не за что было Вы думаете или нет Что такое Анафема Вчера были там А сегодня вышли Это что канон какой-то был А это правильно сделали Не надо подпевать грешникам Отлучок Отлучок Ну я сказал тебе Не делай этого Анафема Не разбрасывайся Написано кто Кто не любит Господа Христа И вторая Анафема За то что Будет говорить против Он ничего не нарушил Ничего не нарушил Он для народа старался Но надо было выйти Мое мнение Надо было подчиниться Но об Анафеме речи не шло Вот Денисенко Который патриархом стал И Анафема И тут не надо было давать Анафему Хотя я не знаю Игнатий Для какого народа он старался Сергей все Вопрос закрытый Что тебе доказывать буду Ты там не был не знаешь Для какого народа Который избрал его Не надо трогать Он мертв Чистосия ни слова не может сказать Правильно Либерал Прожженный либерал Дорогой Сергей Развала конченную эту тему Развала Советского Союза Сережа закрой эту тему Ну пожалуйста Не знаю что Игнатий Тихонович Тоже был за развал Советского Союза И молился об этом Тоже его Анафеме предать за это Да не в этом дело Дело в том что он Отошел от церкви Когда его запретили Он должен или оставаться Был мирянином Либо вернуться в церковь служить А он ушел к Денисенко И все Он пошел против церкви Пошел причем в ту церковь Которая это самое Самая враждебная Так сказать Московская патриархия И что они должны смотреть Куда выехали Враждебная Какое отношение к Анафеме имеет Сергей Опомнись Умница Потому что патриарх Сергей Помолись об этом Он мертв Он не может на себя заступиться Перестань Не греши Правильно Анафеме Что ты одобряешь то Нельзя этого делать Он нигде против церкви не шел Пусть они с Денисенко и воевали бы Его запретили За что запретить тоже неизвестно Это не игрушка Запретили за неподчинение Потому что ему дороже было Сережа не надо Я прошу тебя Сергей Пожалуйста Успокойся Будешь делать Господь опустит на тебя Обух свой И ты будешь говорить За что Не надо это Я прошу За любого Ну не надо Ты мертвого долбишь Топщишься на нем Ты дня не был где он был Ты не имеешь права его трогать Он исповедник господень Сколько он перетерпел То что сейчас церковь Немножко там где-то священникам Дали власть Это он Почти 20 лет был на запрещение Советская власть запретила К нему нельзя прикасаться Ни к живому Ни к мертвому Он исповедник Христов С Ишлеманом Двое только выступили Со всей когорты священников Когда старостам Всю власть отдали Он с метелкой проходил Наверное лет 18 По Москве Отец Глеб Неприкасаемый для нас Царство ему небесное Дай Господи Еще вопросы пожалуйста Тема закрыта Пока Пожалуйста Евгений У меня еще вопрос О мощах Непонятен вопрос Для чего мощи Вкладывают внутрь престола То есть Мощи вкладывают внутрь престола На этом престоле Совершается ее В архиэстерии На престол Вложатся В этот план Танцинин Туда тоже вкладывают Частицы мощей И это как бы Я понял Она как бы Ну как Это как бы Залог Того что Благодаря Духа Святого Сходит на эту Евгений И Второй вопрос Как именно В вашем храме Это происходит Есть ли у вас Мощи внутри престола И как вы Как вы Доказа не понял Он говорит Для чего В престол Вкладываются мощи Есть ли у нас Тут мощи Тоже на престоле В престоле Вопрос Кому задавать Тому кто вкладывает Тому Задавайте вопрос К нам Такая цель Я цели не понимаю Вот Какая цель Евгений Я согласен Вопрос Ваш Ну Задавать можете Задавать тому Кто это делает Принуждает Мы заложники Своей системы Я всюду говорю Что мощи Все захоронить Изъять отобсюду С великими почестями Там где-то в центре Храма Христа Спасителя С пением С патриархом Мощи должны быть Захоронены Почему В прах ты В прах возвратишься А это нерушимое Это повеление Божие Все остальное Выдумка Но вы как Ну у нас Также антимин С мощами Это не смертельно Но Чего Как они думают Это спрашивают Тех Кто это сделал Больше всего Тут седьмой Вселенский собор Потрудился Не обсуждаю И не осуждаю Принимаю Как есть Но для себя Я знаю Мощи должны быть Похоронены А у грехов Антимизм Без мощей Получается У них по другому Да У грехов У грехов Где-то антимизм Без мощей Мощами С мощами Без мощей Нигде нет Все с мощами У армян Нет Вопрос Какая цель Какая Вложить Что Они видят Как бы Залог Благодати То есть Какая цель Какая-то Должна Преследоваться Не просто Вложить Чтобы было Евгений Там может быть Одна волосинка Только лежит Ты не думаешь Что там Ступня Какая-то Или что-то Нет Это дается Через это Я знаю Что они имеют ввиду Что как бы Благодать Которая была С ним Мы с ним Единомысленны И он там За нас молится И Господь К нему расположен К нам расположится Так же Я знаю Откуда это Что идет Вот как называется Сейчас этот ролик Я все смотрел Наизнанку Мир или как Никита Мир наизнанку Включите Посмотрите Там с Украины Один Среди дикарей Бывает Очень хороший Кажется Воробьев Комаров 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 Евгений У него много Он сегодня В Гане Завтра в Индии И везде И Украина Его избрали На это дело Ну как корреспондент Видимо Кто снимает Какой он Дотошный Мужик И там приходит К одним У которых мощи Как они Эти мощи Нетленные делают Дикари Он говорит А вы же давно Дикарями были Да 11 лет Как перестали Ну как Да оно сладковатое Мясо человеческое Рассказывает ему Ну и Прямо здесь же Мумии Сидят привязанные Они высохли уже Ну вот чем мы Отличаемся Главное Какое место Самое вкусное Там ляжки Или где Груди Он говорит Самое это сердце Это тому Кто убил Оно давалось Он ел Когда и Мужество Что перешло в него Он с дикарями Сидит Беседует Ну Я не хочу Сказать Как то По неволе Люди думают А ваша вера С чем отличается Вроде мы мощи держим И такие же мы будем Иоанн Златоуз говорит Ты желаешь Подражать Лучшее Подражание Святому В жизни Его Лучшее Прославление Это Подражание Ему Узнай Житейство Своего И Избери из него Доброе И подражай Очень хороший ответ Это говорит Иоанн Златоуз Про мощи Что сказать Если меня называем мощи Слушайте Я говорю Зачем вы трупы-то режете Как они на это слово Да трупы Да как вы можете Ну а как вы назовете их Трупы Трупы Понимаете Они начали Говорить Я говорю Слушайте Как вы считаете У вас чьи мощи Ну от Игнатия Бринчанинова Наверное Даже не знает Ну а кто больше Игнатия Бринчанинова Или пророк Илья Ну Илья конечно А написано Мы читаем И победит их Этот Антихрист И трупы Их бросит На улицах Города Трупы Если вы ног И вели Трупы Так где И Господь говорит Где труп соберу С орлы Явление свое Сравнивает с трупом Что вы испугали Слово труп Когда труп Мощь это Засошит Труп Там может Одни кости остались Мощь это Не обязательно Нетленная Там может быть Одни кости Объеденные Зверями И все равно Это будет Мощь сожженная Как он Брошенная В реку И светится Это тоже мощь Первое остается В Сирии Захоронение Давайте помолимся И кто хочет Можете дальше Потом продолжать Нас сразу Потом отключи День Захоронение Захоронение Здоровье Захоронение Отец наш небесный, любящий Создатель, мы благодарим тебя за этот прекрасный вечер, за слово твое, которое ты оставил для нас. Воздай милостивым переводчикам, которые непонятный язык сделали для нас доступным. Слава тебе! Если в чем мы погрешили, прости нас, Владыка, и благослови. Я прошу тебя, Господи, благослови правителей мира, этого Дональда, и всех их сохрани от покушения на них. Дай им истинный страх твой святой, дабы мудро управляли народом. Господи, даруй мир Израилю и избраннику Твоему, и мир России, и Украине, и Сирии, где идет война. Научи нас ценить это благодатное мирное время. Ибо все свидетельствует, что грозные испытания сойдут на землю. Распусти нас с миром. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.